Вот они, девиантные подростки. Их поведение настолько отклонялось от принятых в обществе норм, что это привело их в колонию для несовершеннолетних правонарушителей. Этого учреждения на Сахалине больше нет. Его расформировали. Жаль, нельзя также расформировать проблему. Именно сегодня она очень актуальна. Это связано прежде всего с тем, что нестабильные экономические условия. Родители все больше заняты на работе, все меньше у них есть возможности проводить время с детьми. И сокращение тех социальных институтов, которые занимаются досуговой деятельностью детей и подростков, именно бесплатно. О том, что занятость ребенка творит чудеса, рассказывает и Вячеслав Букатов, профессор МГУ. Согласно последним исследованиям, дети, которые посещают кружки и секции, лучше учатся в школе. Хотя объективно у них меньше времени на выполнение домашних заданий, уроки даются им легче, чем тем, кто после школы просиживает часы за компьютером. На конференции Вячеслав Михайлович расскажет о режиссуре урока, о том, как скучные часы за партой могут стать увлекательным приключением. Не мешать ему. А мы часто мешаем. Мы сажаем его в позу примерного ученика, а потом говорим, нужно увлечь. Мы сами помешали ему. Вот если бы он был свободен в своих движениях, то проблемы нужно увлечь не было бы. Некоторые вещи делаются автоматически, нужно только не мешать. А у нас некоторые правила, некоторый стиль поведения учителей, он как бы сразу мешает ученикам увлекаться. Не мешать ребенку – один из важнейших и сложнейших принципов педагогики. Ведь так велик соблазн запретить, отругать, приказать. Велик соблазн проявить власть по отношению к более слабому человеку. А что думают на этот счет те, кто совсем недавно вышел из такого опасного и пугающего взрослых подросткового возраста? Лично меня воспитывали так. Хочешь – иди делай. Твои проблемы. Ну, то есть ты сама потом поймешь, нужно тебе это или нет. В принципе, у меня так и выходило. Я там шла на какие-то поступки, неблагоприятные, в принципе, для меня. Потом осознавала, что это плохо, так нельзя делать. В итоге я это осознавала и все. И как бы у меня это на корне отрубало все. Стоит давать им больше свободы, чтобы они сами определяли свой путь. Так как они сами для себя должны решить, что важно. И колоться, не колоться – это должен быть их выбор. Если они будут давить на них, то из этого мало чего выйдет. Они могут делать это на зло. Да, все. Что же в сухом остатке? Внимание родителей, но не чрезмерное. Правила, но не запреты. Свобода, но занятость. Каждый ребенок должен чувствовать, что у него есть семья. Что он интересный человек, с которым мама и папа хотят проводить вместе время. И тогда никакие экономические кризисы не толкнут ребенка на улицу. КОНЕЦ